С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%. Это коснется почти 4 миллионов человек. Также на отбавку получат федеральные льготники, военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших, участники Великой Отечественной войны, блокадники, чернобыльцы, летчики-испытатели, космонавты. Семьи с детьми от 8 до 16 лет с низкими доходами, меньше одного прожиточного минимума на человека, получат пособие. Заявление принимают до 1 мая. С 1 апреля льготная ставка по ипотеке на новостройки выросла с 7 до 12%. Но и взять в кредит теперь можно больше в Москве и Питере до 12 миллионов рублей, в регионах до 6. Вкладчикам не придется платить НДФЛ с процентного дохода по депозитам. Раньше, наоборот, вводили налог НДФЛ на проценты по вкладам превышающие 1 миллион рублей. Далее у нас вводится обнуление ставки налога на прибыль для IT-компаний. Также у нас фиксируется кадастровая стоимость для объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2022 года. За просрочку уплаты налога снизили пенни. Раньше для должников, кто просрочил уплату, до 30 дней ставка пенни была 1,03 ставки рефинансирования. Ну, это практически как ставка рефинансирования. А после 31 дня она была 1,150. Мы все знаем, что сейчас ставка рефинансирования 20%. То есть математически с 31 дня просрочки граждане и юридические лица должны были уплачивать налог по ставке 49% пенни по ставке 49% годовых. Это, слава богу, отменили. И теперь у нас ставка пенни будет все время одинаковой. Это будет 1,03 ставки рефинансирования. Для водителей заработают новые коэффициенты страховых тарифов. Бонус малус. Чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже этот коэффициент и тем меньше цена страховки. Максимальная скидка за безаварийное вождение увеличится на 4% и составит 54%. Налог на роскошь теперь будут взимать с автомобилей стоимостью не 3, а 10 миллионов рублей. Раньше, если, например, вы покупали автомобиль за 3 миллиона рублей, ну или там за 3,5 миллиона рублей, да, то вы должны были платить повышенную ставку налога с этого автомобиля. А теперь вот этот вот порог повышен до 10 миллионов рублей. То есть, если вы купите автомобиль, как раньше, например, за 5 миллионов рублей, это не будет сейчас считаться роскошным автомобилем и не будет приводить к повышенной ставке налогообложения. Если смотреть по ценам, которые мы видим на автомобильном рынке в марте 2022 года, то те автомобили, которые раньше у нас, например, входили в планку 1,5-2 миллиона рублей, они сейчас перепрыгнут в планку в 3 миллиона рублей. Хотя раньше они считались вполне достаточно такими бюджетными относительно автомобилями и вполне могли купить себе достаточно большое количество граждан. Лекарства временно разрешили продавать в аптеках в нерусифицированной упаковке. Мое мнение, что это сделано для того, чтобы можно было в том числе ввозить лекарства из третьих стран. Большинство крупных фармацевтических компаний также объявило, что никаких санкций они вводить не будут. Сейчас просто существуют логистические сложности из-за перерыва в авиасообщении, из-за перерывов в логистических цепочках. Сейчас очень сложно откуда бы то ни было из Европы привезти транспортом, автотранспортом или ЖД-транспортом. С 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов за границей будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях вооруженных сил. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. Штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы – до 15 лет. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин, События.